Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok к фотографиям почему мы дальше далее вернемся к этому вопросу и теперь почему например фотография она не относится к той суре которая упоминается которая запрещена в хадисах посланника Аллаху и рассматривая этот хадис где говорится самое большое наказание в судный день получат да имеется ввиду к те кто делает сура делает образы то есть сура есть определенные люди которые скульпторы делает скульптуру правильно же это есть наиболее близкое близкий перевод слова сура на русском языке мы сказали образ то есть наиболее близко получается этому слову то что делает образ то есть скульптура правильно и теперь скульптор человек кто просто так делает например скульптуру какого-либо историка какой-либо выдающегося например политика и так далее и так далее он должен получить самое большое наказание больше чем фираун также и имам навави говорит васташкалалалулама рачьяны сказали вот здесь сказали здесь есть непосредственно метод мушкала метод есть проблема понимания этого хадиса почему самое большое наказание что они будут достойны все скульпторы да имеется ввиду насчет этого чтобы они будут получать самое большое наказание в судный день больше чем фираун больше чем хаман больше чем например кафиры это является проблемным почему потому что этот человек кто утверждает я она раббукум аль-а'ля я самый большой ваш бог и тот кто верит в аллах но тем не менее делать скульптуры это разная категория грехов и имам навави говорит если человек делает скульптуру для того чтобы люди поклонялись этой скульптуре этому памятнику в этом случае чтобы он и фараон были на одном уровне там принципе проблемы нет там мышки для нет понимаете же то есть для того чтобы скульптор был наравне с фирауном он должен быть соучастником его же греха правильно же фира он говорю кто он утверждал что он заставлял людей поклоняться ему дай одному идолу значит должен быть другой человек который подобен ему который заставляет поклоняться какому либо идолу помимо аллаха понимаете же для того чтобы он получал такое же наказание как непосредственно фирау но тем не менее насчет скульптуры и мы сказали сура арабская некоторые толкуют его как скульптура некоторые толкуют непосредственно как имеется ввиду как рисунок сделанный своей рукой насчет скульптуры тоже не есть непосредственно разногласия среди ученых и на отношении сура имеется ввиду этих образов самое жесткое мнение всех четырех мазгабов в нашем шафиитском мазгабе остальных мазгабах мнение насчет сура насчет образов оно легче если мы будем раскматривать скульптуру непосредственно по мазгабам мы найдем что всех трех мазгабах например ханафитском шафиитском и ханбалитском он запрещен в малекитском мазгабе скульптура запрещена только лишь в том образе когда она имеется ввиду если бы был бы человек в этом образе он остался бы жив то есть с жизненно важными органами если скульптура сделана допустим до груди такой человек же не живет и выживет же правильно же то так и такой вот именно такая скульптура их не мазали мазали малики то вне считается харамом а считается макрухом то есть нежелательно всех остальных мазабах любая скульптура то есть скульптура любой образ то есть то что имеет форму сура что начать форма понятно же то сверху соует например в уране тоже упоминается по отношению к аллаху только лишь то есть что делает создает делает образ понимаете же и здесь непосредственно отношение скульптуры мы сказали в трех мазабах это однозначно запрещено а непосредственно малекитском мазабе там есть мнение если есть скульптура полного человека то есть человека который может жить в такой форме то эта скульптура она непосредственно запрещена а если есть скульптура которая имеется ведут человек не может она не является харамом а является непосредственно макрухом и здесь опять таки из насчет скульптуры то здесь тоже идет вопрос опять таки вопрос например скульптура делается живого опять таки да например живого существа например до творения или же одушевленного предмета или не одушевленного предмета то есть если человек сделать скульптуру дерева там проблемы нет сделать скульптуру допустим какого-либо угодно творение него не одушевленного который не имеет душу там проблемы нету почему потому что здесь говорится О чем говорится? О том же дувании души, правильно же? То есть вдувать душу не заставить неодушевленный предмет, а могут заставить непосредственно одушевленный предмет. Но там-то говорится, валяйся бейнафик, он никогда, конечно, творение не сможет вдунуть душу. Но, тем не менее, здесь опять-таки идет скульптура, однозначно запрещена, имеется в виду, одушевленного предмета в полном размере. Если является каратом, согласно малькидскому мазхабу, если она имеется не в полном размере, но, тем не менее, в трех мазхабах однозначно любая скульптура запрещена. Теперь идет вопрос непосредственно рисунков, которые сделаны рукой. Здесь тоже среди ученых есть некоторые разногласия. Допустим, опять-таки, если кто-либо, ну, если разматривать это с точки зрения мазхабов, мазхабы, ханафитские мазхабы, там различают рисунки большие и рисунки маленькие. И, естественно, они говорят маленькие рисунки, они не являются запретными, а являются запретными большие рисунки. И, естественно, они опираются на определенные свои доказательства, например, у Абу Муса Аш'ари на этом, на хатом, на кольце было изображение двух мух нарисовано. Следовательно, если есть маленькие, они опираются, например, в понятие сура, сподвижник, он лучше понимал, чем, например, последующие ученые. И другие ученые не возражали ему, другие сподвижники. Значит, маленькие сура, маленькие эти рисунки, они не запрещены в ханафитском мазхабе. И если есть большая фотография, она смотрится. Если она поставлена со стороны кибля, или же справа, мы отсюда от кибля, там есть проблема. А если она рисунок, и там, опять-таки, они смотрят, он сделан за один раз или нет. Или же, например, тот, кто сделан рисунок так, чтобы человек в такой форме, в таком образе мог жить или нет. Естественно, например, если человек есть рисунок, чтобы человек в таком или какой-либо отручленный предмет в этом образе, чтобы мог жить. Например, большой рисунок запрещен, маленький рисунок не запрещен. Это в ханафитском мазхабе. В хамболитском мазхабе там есть много тонкостей, мы выдаваться не будем, это отдельное большое мнение. Мазхабе, оно ближе, оно что-то промежуточное между ханафитском и шафейцком мазхабе есть мнение хамболитов. В шафейцком мазхабе мнение мы знаем. В шафейцком мазхабе есть какое правило? Если есть рисунок, который не может жить в таком образе, имеется в виду, то в этом проблеме нет. Я, например, здесь выписал мнение, которое есть в махалли. И опять-таки там смотрится, в шафейцком мазхабе, где помещен рисунок. В каком образе? Если есть рисунок на полу, там же проблемы нету. Даже если это будет одушеленный предмет. Правильно же? Почему? Потому что рисунок, если будет на полу, там же нету, например, иштибау та'вым. Никто не подумает, что кто-либо из этих мусульман, кто живет в этом доме, начинает уважать или же почитать вот этот рисунок, который есть на полу. Это есть в мецеду шафейцком мазхабе. И здесь рассматривается в мецеду рисунок в полной мере, он полный или не полный, где он находится. И если есть полный рисунок и находится на том месте, где люди могут подумать, что этот рисунок непосредственно уважаем, почитаем, то в этом случае, имеется в виду, есть проблема непосредственно в шафейцком мазхабе. Насчет малекитского мазхаба, имеется в виду рисунки, которые сделаны рукой, кроме ваяний, кроме скульптур, в малекитском мазхабе разрешены. Единственное исключение могут быть дополнительные моменты, которые касаются этого. Допустим, если будет рисунок обнаженной женщины, допустим, это не потому, что это рисунок запрещен, а потому, что есть, имеется в виду, другой вопрос, который касается обнажения, правильно же? Но не потому, что это касается непосредственно самого изображения вещей. И непосредственно, если вернемся мы к вопросу о фотографии, правильно же? Насчет вопроса о фотографии, конечно же, это вопрос, фотография, это тот вопрос, который возник позже. Принцип фотографии заключается в чем? Что означает фотография? То есть, есть, например, негатив, есть, допустим, свет. Негатив реагирует на свет. Теперь человек фиксирует камеру, и на долю секунды открывается, допустим, какое-то окошко, человек попадает в свет. И то есть, вот это изображение, как, например, изображение на зеркале, да? Метод, это изображение на зеркале, оно фиксируется. Вот принцип фотографии. То есть, что начинает фиксировать? Изображение, которое есть на зеркале, сохраняется. То есть, этот есть принцип фотоаппарата. Там ничего непонятного нет. Теперь, к чему мы будем, с чем мы будем сравнивать вот этот, вот, имеется в виду, этот, зафиксированное непосредственно изображение на зеркале? С чем мы будем сравнивать? Вот насчет этого есть среди современных ученых непосредственно некоторые разногласия. И наибольшее, наиболее жесткое мнение по этому вопросу, конечно же, было среди кого? Среди тех людей, кого обычно называют ваххабитами. И они достаточно долгое время в этом вопросе считались, придерживались достаточно жестких, имеется в виду, мнений. Но, тем не менее, их ученые, я сейчас вам скажу, например, такие, как Фаузан. Фаузан – это бывшие муфти Саудовской Аравии. И такие, как, если интересно, я потом можете забрать эти фетвы, их не. Ибн Утаймин уже непосредственно, они дают фетву, что фотография, сделанная фотоаппаратом, она не имеет никакого отношения к той суре, тому образу, имеется в виду, которая запрещена в хадисах, которая запрещена в исламе. То есть фотография, она, и они приводят, например, самое интересное, они в этом мнении, они, вот это, например, тот же Русаймин, один в один копирует в своей фетве слова Ибн Бухайта, бывшего муфти из Египта. Он говорит, обратите внимание, говорит, тасвирь – это что? Тасвирь – это, даже если мы будем считать, что тасвирь – это лишь изображение рисунка, что, говорите, человек должен взять карандаш, должен уметь рисовать, правильно же? Он должен обладать определенными навыками. А фотография что такое? Человек взял, даже ребенок взял на руки, нажал одну кнопку, и вот тебе фотография получилась. И он один-один копирует эти слова Ибн Бухайта. Теперь он говорит, фактически, да, вот эта фотография, которая непосредственно является, имеется в виду фотография, сделанная фотоаппаратом, она не имеет никакого отношения к тому, то есть суре, тому образу, который запрещен в хадисах. И среди этих современных ученых Ахлю Сунна, я не говорю уже о Вахабидах, а Ахлю Сунна там тоже, например, такие ученые, как, например, этот Кауфир, есть сын Буд, и сам Сайд Рамазан Буд, и Вахабет Уззахайли, этих ученых вы знаете, это сирийские ученые, очень известные. И теперь среди них, да, они говорят, что эта сура, то есть фотография, она не является той сурой, то есть тем образом, который непосредственно запрещено. То есть здесь непосредственно, если мы будем следовать за учеными, есть мнение ученых Ахлю Сунны, что это разрешено. Если человек считает себя большим умницей, и он считает, что он сам может сравнивать этот вопрос, пусть сравнит. фотография, она к чему ближе? К изображению в зеркале? Или же ближе к скульптуре? И, исходя из этого, пусть сделает вывод. Здесь, например, мулахат, например, чтобы человек уподоблял творению Аллаха, здесь может быть? Нет, он же ничего не уподобил, он просто зафиксировал, он просто лишь зафиксировал непосредственно, имеется в виду, тот облик, который сотворил Всевышний. И здесь непосредственно, мы сказали, сура были запрещены по трем причинам, правильно же? Первая причина, это уподобление творения Аллаха. Фотография, она, здесь есть уподобление творения Аллаха? Нет, почему же? Потому что человек не уподобляет, он просто сохранил тот непосредственно, да, ту действительность, которая есть. Например, вторая причина, мы говорили, что в дом, где есть сура, где есть образы, не заходят непосредственно ангелы. И здесь, например, здесь тоже, оно не относится непосредственно имеется в виду к фотографиям, потому что та сура, это другая, эта сура, это другая. Но сейчас мы к этому еще вернемся. И третья причина была, что когда человек начинает почитать этот образ, настолько, что человек будет готов непосредственно поклоняться этому образу. И иногда мы видим определенных людей, которые ценители искусства, они берут там, например, вещи, там, картину, говорят, да, это божественно. Вот это есть, где? Вот это есть грань. Человек уже приблизился как раз таки к поклонению этому, допустим. Да, имеется в виду этому изображению. Человек, если чем имеется в виду близок к поклонению данному предмету, то естественно, тут проблемы нету, непонимания нету, поклонение в исламе однозначно запрещено. И ислам начинается со слова «Ля-Иля-Иля-Ллах». Бог один в исламе. И это среди того человека, среди тех людей, кто называется мусульманин, здесь и проблем, и непонимания однозначно нет. То есть здесь идет вопрос, опять-таки, вопрос почитания и уважения. Это тоже разные вещи. Понимаете же? То есть когда человек приблизился к поклонению и человек начинает просто уважать. Вот здесь есть грань. Понимаете же? Человек мусульманин, он должен уважать все, что имеет в исламе ценность. это однозначно. Например, все, что имеет. Например, есть шааир уллах. Например, «Ва манью аззим шааир Аллахи, фа инна залика бинтақпал кулу» говорится в Коране. Тот, кто уважает, та'зым делает шааир уллах. Что означает шааир уллах? Признаки, то есть аят уллах, признаки этого, например, ислама. Это есть из богобоязненности. То есть все, что занимает определенное важное место в исламе, оно достойно уважения. Правильно же? Кааба, она достойна уважения. Кто-либо скажет, что люди поклоняются этой Каабе? Нет. Все знают, что ла-иллах, и ла-иллах. Люди почитают, например, хаир уллах. Есть уважение к хаир уллах, асваду. Правильно же? Кто-либо скажет, что люди поклоняются хаир уллах. Нет. Никто не поклоняется хаир уллах. Не знают, что это непосредственно камень. Почему он ценен? Почему Кааба ценна для мусульман? Потому что это байт уллах. Имеет отношение к Аллаху. Почему хаир уллах ценен, например, мусульман? Потому что он имеет отношение к вере Аллаха, к религии Аллаха. Только лишь поэтому. И здесь, например, ученые говорят, если, например, люди, например, вещают, например, современные ученые говорят, если люди вещают, например, на стены, допустим, фотографии своих, например, президентов, своих царей. И в этом случае, например, этот президент и этот царь, он имеет в исламе уважение? Тот-джи-буж, допустим, и так далее. Нет же. Здесь есть проблема. А если человек вешает на стену изображение того, что имеет в исламе ценность, и он проявляет к этой вещи определенное уважение, в этом есть проблема? Нет. Понимаете же. Все. Вот здесь есть непосредственно грань. Понимаете же, грань между уважением адабам и уважением им непосредственно поклонением. Например, ислам обязывает нас почитать родителей, правильно же? Проявлять к ним уважение. Если, например, родители, например, отец зашел, человек встал перед ним. Кто-либо скажет из нормальных людей, что этот человек поклоняется отцу. Нет. Здесь есть разница. Любой мусульманин, кто говорит ля-и-ля-и-ля-ла, он знает, что Бог один. И поклонение может быть только лишь одному Аллаху. И вот это есть непосредственно граница между этими вещами. И основной момент, на который нам хочется сделать акцент. То есть здесь сура, которая запрещена в исламе. Имеется в виду, это что за сура? Однозначно запрещена та скульптура, правильно же? Однозначно запрещен тот образ, который люди делают для того, чтобы ему поклонялись. А если есть, например, фотографии определенных вещей, которые имеют в исламе ценность, то в этой фотографии нет проблемы. Или же есть фотографии нейтральных вещей, которые не запрещают ислам и не имеют в исламе уважения. Например, фотографии какой-либо, допустим, села, каких-либо гор, каких-либо мест. Оно не имеет исламе уважения, но тем не менее нет негативного отношения ислама к этому еще. Тоже нет проблемы. Здесь есть проблема. Если есть фотографии тех вещей, которые ислам имеет негативное отношение к этим вещам. Допустим, есть непосредственно и есть вещи, которые пользуют духовность человека. Есть разные на сегодняшний день и в телевизорах, и в интернетах. Есть вещи, изображения, например, да, обнаженных женщин, мужчин и так далее, и так далее. Вот это, имеется в виду, несет непосредственно вред для духовности, следовательно, для самого человека. Поэтому вот так мы поняли этот вопрос. Если есть у кого-либо возражения или вопросы к данному мнению, пожалуйста, мы его слушаем и постараемся ответить. Здесь, опять-таки, например, если есть коврик, то мы же сказали, например, то место, где находится, например, сурат, правильно же? Место, где находится изображение, оно указывает, какое отношение есть у человека непосредственно к этой каабе. И некоторые из ученых говорят, что все-таки нехорошо, когда есть изображение каабы, например, на коврике, человек как бы наступает на каабы. Но другие ученые говорят, что не люди же и залезали на каабы, на крышу за каабы залезали, например, белял залезал, например, воздушал азан. Зависит от отношения. Да, 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 зависит от отношения. Но в принципе, да, все-таки, наверное, если даже есть, наверное, коврик тоже он достойный определенного уважения. Намаз совершил собрать его и поставить, например, да, потому что, чтобы дети не бегали, чтобы они наступали, чтобы какая-то часть уважения, чтобы к нему все-таки оставалась. Понимаете, когда одна вещь постоянно впереди бывает, постоянно инферия, оно и этого трепета, и благоговения тоже не бывает, правильно же? Продолжение следует...